Символизм чисел 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 Так обстоит дело со всеми вещами Никогда не было бы возможно для добра появиться, если бы оно не имело бы зло как теневую сторону Двойственность добра и зла является необходимостью в проявлении мира Существует бесконечное количество дуальностей Все они встроены в жизнь, однако мы должны искать их в должном месте Существует одна важная дуальность жизни, о которой люди могут хорошо поразмыслить Вчера мы рассмотрели различные состояния, которые человек пережил прежде, чем он стал обитателем нашей современной земли Мы видели, что на Сатурне, на Солнце он обладает определенным бессмертием в том, что он управлял своим телом на земле, в том, что он отбрасывал части своего тела и добавлял новые, так что он не воспринимал ничего от видания и умирания Сознание человека в то время не было таким, как сегодня, но было смутным Люди проявились в сознательности впервые на нашей земле Это здесь человек впервые становится существом, который знает что-нибудь о себе и может отличать себя от объектов Для того, чтобы это произошло, было необходимо не только, чтобы он управлял своим телом извне, но чтобы он также должен был войти в такое тело, воспринять себя в нем и сказать «Я ему» Только вследствие того, что человек обнаруживает себя полностью в своем теле, он был способен достичь своего полного сознания Теперь, однако, он разделяет судьбу своего тела Ранее, когда он все еще витал над ним, это не было Это произошло только тогда, когда человек достиг такой степени сознания, что он вошел в соотношение со смертью В момент, когда его тело отпадает, он чувствует прекращение своего эго, потому что он отождествляет себя со своим телом Только постепенно, через духовное развитие, он снова достигнет древнего бессмертия Тело находится здесь, как школа, через которую должно пробиться к бессмертию с сознанием себя Через смерть человек приобретает бессмертие на более высоком уровне До тех пор, пока он не переживал смерть, до тех пор мир был непроявлен для него, потому что дуальность, двойственность принадлежит проявленному миру, как смерти жизни Таким образом, мы можем указать на дуальности в каждый момент жизни В физике вы обнаружите позитивное и негативное электричество, магитизме, силы притяжения и отталкивания Все проявляется в двойственности Два дуальности являются числом проявлений манифестации Не существует, однако, проявления, за которым не находилась бы божественная Таким образом, за каждой двойственностью кроется единство Следовательно, три есть не что иное, как два и один То есть проявление присутствующая божественность, поддерживающая ее Три является числом божественности, проявляющей себя Существует утверждение в оккультизме, которое гласит, что два никогда не может быть числом божественности Один есть число Бога так же, как и три Тот, кто видит мир как дуальность, видит его только в его проявленности Любой, кто утверждает, что такая дуальность и все, всегда неправ Давайте проясним это себе на примере Даже в местах, где обсуждается духовная наука, часто имеет место настроение против утверждения Что два является числом проявлений, но не числом полноты или завершенности Это часто можно услышать в популярном оккультизме, высказываемом людьми Которые в действительности не знают, что все развитие происходит через инволюцию и эволюцию Но мы увидим утравление, которое оно действительно принимает Сначала, однако, давайте рассмотрим растение, полностью развитое растение С корнями, листьями, стенами, цветами, плодами и так далее Это и есть эволюция Однако теперь рассмотрим маленькое семя, из которого растение возникло или может возникнуть В этом маленьком семени целое растение, в определенном смысле уже содержится Оно спрятано внутри его, лишено оболочек, потому что семя взято из целого растения Которое вложило все свои силы в семя Здесь следовательно мы можем сделать различие между двумя процессами Первый, в котором силы семени раскрылись и развернулись растениям, эволюция И другой, в котором растение сворачивает себя, как бы входит в семя, эволюция Процесс, который происходит, когда существо, которое имеет много органов, так формирует себя, что ничего из этих органов не остается видимым Так что они сжимаются до крошечной части, называется эволюция Процесс расширения и развертывания есть эволюция, где угодно в жизни эта дуальность альтернативна, но всегда только в проявленности Вы можете следить это не только в растении, но также и в высших областях жизни Давайте мысленно проследим, например, развитие духовной жизни Европы, начиная с Августина до Калвина То есть, глубоко говоря, через средние века Вы обнаружите в Августине некий вид мистического содержания Никто не может прочитать исповедания или его другие сочинения без того, чтобы не пережить глубокую внутренность жизни чувства этого человека Если бы мы продвигаемся далее, мы встретимся с замечательным характером, таким как Скотт Эрегина, монах из Шотландии, которого называли шотландским святым Иоанном Который позднее жил в дворе Чарльза Лысого, он не ладил с церкви и говорится, что собрался по его ордену, замучили его до смерти Великолепная книга была написана им о разделах в природе, которая показывает огромную глубину мысли, даже хотя и отклоняющуюся во многом от точки зрения антропософии Следуя далее, мы обнаружим немецких мистиков в области Реми, через которых внутреннее тепло бы развивалось, изливалось на огромное число людей Не только высшие из духовенства пережили его, но также и те, кто работал в полях и кузнецах Все они были подхвачены таким течением времени Далее на пути мы найдем Николаса Казанса, и таким образом мы можем последовать во времени до конца средних веков Всегда мы обнаружим ту глубину чувств, ту внутренность, которая распространяется на все уровни населения Если мы теперь сравним такое время с тем, которое следует с периодом, который начался в 16 веке и продолжается в наше время Мы заметим огромную разницу Вначале мы найдем Коперника, который посредством ясной идеи вызвал обновление духовной жизни Чья мысль стала так построена в мышлении человека, что любого, кто верит во что-либо другое, сегодня считают дураком Мы видим Галилея, который открыл закон тяготения, наблюдая раскачивание церковной лампы в пизо Шаг за шагом мы следуем за течением времени вплоть до сегодня И везде мы обнаружим противоположное, совершенно противоположное средним векам Чувствование постоянно убывает и внутренность исчезает Интеллект становится постоянно во главе и люди становятся более умными Духовная наука объясняет разницу между такими двумя эпохами и показывает нам, что такое изменение должно иметь место Существует окустное утверждение, что период от Августина до Каннона был периодом инволюции мистики Что это означает? Со временем Августина до 16 века существовало внешнее развертывание жизни мистики Это было внешнее, но нечто еще было так же здесь, жизнь интеллекта, скрытая зародышевой формой Это было как если бы солнце было погребено в духовной земле, которая развернулась позднее в 16 веке Интеллект был инвальвирован Подобно растению свое семя, ничто не может проявиться в мире, что прежде не было в такой инволюции Начиная с 16 века интеллект инвальвировал, жизнь мистики отступала Теперь пришло время, когда такая жизнь мистики должна появиться снова Когда посредством движения антропософии она будет приведена к раскрытию и к эволюции Таким образом инволюция и эволюция раскрывают себя альтернативно в жизни Любой, кто становится на том, примет однако во время только внешние аспекты Чтобы считаться в целом, мы должны включить третьи аспекты, которые находятся позади этих двух Что есть этот третий аспект? Представьте себя перед всеми моментом внешнего мира Вы размышляете о нем, вы есть здесь Внешний мир есть здесь и изнутри вас возникают мысли Такие мысли не были бы там прежде Если, например, вы формируете мысль о розе Такая мысль, сначала возникает тот момент, когда вы устанавливаете связь с розой Вы были здесь, роза была здесь и теперь мысль возникает в ад Когда возникает образ розы, ничто совершенно новое проявляется Это строение также для других областей жизни Представьте художника Микеланджело, создающего группу моделей Фактически он делал это в редчайших случаях Но Микеланджело, есть здесь то, что он представляет Есть здесь нечто новое, образ возникает на его душе Это есть творение, которое не имеет ничего общего с инволюцией и эволюцией Это есть нечто совершенно новое, что возникает в отношении и связи между существом, которое он может получать И существом, которое он может давать Такие новые творения всегда производятся через взаимосвязь существа с существом И такие новые творения есть начало Вспомните то, что мы рассматривали вчера Как мысли являются созидательными Как они могут облагородить душу действительно Даже действительно действовать позднее в формировании тела Чтобы существо не думало о творении, мысли творения и действуют и активно продолжают действовать далее Это новое творение и в то же время начало, потому что это служит причиной для последствий Если вы имеете мысли добра сегодня, они будут плодотворны в отдаленном будущем Потому что ваша душа продолжает свой собственный путь в духовном мире Ваше тело возвращается к элементам и возлагается Даже если все через что возникла мысль распродается, эффекты мысли остаются Давайте вернемся к примеру с Макеланджело Его великолепные картины воздействовали на миллионы людей Эти картины однако однажды превратятся в прах и будут существовать в будущее поколение Которые никогда не видят его творения, но то, что жило в душе Макеланджело Прежде чем его картины приняли внешнюю форму Что сначала существовало как новое творение в его душе Продолжает жить, остается и будет проявляться в будущих стадиях развития и будет в правильной форме Знаете ли вы, почему облака и звезды проявлены для нас сегодня? Потому что существовали существа в предшествующие эры, которые имели мысли об облаках и звезды Все возникает из творения мысли Здесь вы имеете число 3 в проявлении Вещи альтернативно находятся в инволюции и эволюции За этим находится глубоко скрытое творение Новое творение, рожденное из мысли Все возникло из мысли И величайшие вещи в мире произошли от мыслей Всевышнего Из чего тогда возникают мысли, если идеи есть новые творения? Они возникают из непроявленного, из ничего Три различные вещи соединены здесь Творение из ничего, которое всегда происходит, когда вы имеете идею Манифестации такого творения, течение его развития во время через две формы Инволюцию и эволюцию Это есть то, что подразумевается, когда определенные религиозные системы говорят о мире, созданном из ничего Если сегодня люди высмеивают это, то это только потому, что они не понимают, что должно быть найдено в таких документах В мире проявленного суммируя это еще раз Все альтернативно находятся в инволюции и эволюции В основе этого находятся скрытые творения из ничего Которые объединяют себя с двумя инволюцией и эволюцией для того, чтобы сформировать триаду троичность Это и есть союз Божественного с проявленным Итак, вы можете видеть, как мы можем измышлять о числе 3 Мы не должны отрываться и прокручивать призантичные мысли о нем Но мы должны искать дуальности, троичность, которая встречается везде Тогда мы рассматриваем символы верным образом, в смысле Пифагора И можем сделать заключение, ведущее от одного к другому Мы можем сказать, что свет и тень возникают в проявленном мире А за ним, этим, расположен третий скрытый элемент Мы приходим к числу 4 4 есть знак космоса или творения Настолько, насколько мы можем определить нашими настоящими органами Современное планетальное состояние Земли является четвертым воплощением Все, что правильное для нас на Земле, как наше, предполагает, что такое творение есть четвертая стадия Это является особенным случаем для всех творений, которые проявились таким образом Они все находятся под знаком четырех Окультист говорит, что люди сегодня находятся в минеральном царстве Что это означает? Из-за того, что человек понимает только минеральное царство, он может контролировать только это царство Используя минералы, он может строить дом, часы и другие вещи, потому что они подчиняются законам минерального царства Для различных других действий он не обладает такой возможностью Он не может, например, сформировать растения и свое собственное умышление Для того, чтобы быть способным сделать это, он должен был бы сам существовать в растительном царстве Когда-нибудь в будущем это произойдет Сегодня люди являются творцами в минеральном царстве Три другие царства, элементарные царства, предшествуют ему Минеральное царство является четвертым Говоря о всех, их будет семь Люди находятся в минеральном царстве Только здесь они достигают своего актуального сознания, ориентированного на внешний мир На Луне они все еще действовали в третьем элементарном царстве, на Солнце на втором, а на Затурне в первом В будущем на Юпитере они будут способны создавать растения, подобно тому, как сегодня они способны создать часы Все видимое в творении находится под знаком четырех Существует много планет, которые не могут быть видимы физическими глазами, которые есть в первом, втором и третьем элементарном царстве Только если такая планета в творении входит в минеральное царство, она может быть видима Через четыре есть, следовательно, число космоса или творения Со входом в четвертое состояние существо становится полностью видимым для глаз, которые могут видеть внешние вещи Пять есть число зла Это станет ясно нам, если мы снова рассмотрим человеческие существа В своем развитии люди стали четверти личными существами и, следовательно, существами сотворенного мира Здесь, на Земле, однако, был добавлен пятый элемент, их существа, самодух Если бы они остались четверти личными существами, они постоянно направлялись бы богами Конечно, к добру, но они никогда не развили бы свою независимость Они стали свободными через дар своего зародышевого пятого члена Но также из этого они получили способность творить зло Никакое существо не может творить зло, если оно не достигло пятеречности Везде, где мы встречаемся со злом, таким, который может фактически антагонистично воздействовать на наше собственное существо Пятеричность находится в действии Это есть везде, включая и внешний мир Но люди не осознают это А наш современный материалистический взгляд на мир не обладает концепцией того факта, что мир может быть рассматриваем таким образом Фактически оправданно говорить о зле только там, где проявляется пятеричность Когда однажды медицина будет использовать это, она будет способна благотворно воздействовать на течение болезни Частью лечения было бы изучить болезни ее развития на первый и пятый день после ее начала В отдельные дни в пятый час после полуночи и опять в течение пятой недели Таким образом, это есть число 5, которое определяет, когда врач может вмешаться наилучшим образом До этого то, что он может сделать, не более чем позволит природе течь своим путем Но затем он может вмешаться, помогая или вредя Потому что то, что может справедливо быть названо добром или злом, течет затем в мир и реальности Это возможно во многих областях показать, что число 5 имеет значение для внешних событий Жизнь состоит из периода в 7 лет, с рождения до сменных злобов, полового созревания Семью или восьми годами позднее к 13-30 и с последующими периодами в 7 лет через остаток его жизни Если однажды он учтет их и рассмотрит, что наилучшего продвинулось или осталось в стране Он придет к познанию многого о подготовке к добру старому возрасту для себя Он может таким образом привнести в добро или зло для остальной жизни В ранние периоды жизни многое может быть сделано рассмотрением определенных законов обучения Тогда, однако, появится важный поворотный пункт Он также может быть в регрессии, если он слишком рано легко наступает в жизни с полной уверенностью Принятый принцип сегодня, который посылает молодых людей в жизнь, является вредным Пятый период должен наступить, прежде чем это произойдет Такие древние принципы оккультизма являются очень важными Вот почему в прошлом под руководством тех, кто знал, что о таких вещах Годы ученичества и паломничества должны были быть завершены, прежде чем кто-либо мог быть назван учителем Принятый принцип сегодня, который посылает молодых людей в жизнь, является вредным Пятый период должен наступить, прежде чем это произойдет Такие древние принципы оккультизма являются очень важными Вот почему в прошлом под руководством тех, кто знал, что о таких вещах Годы ученичества и полномочия должны были быть совершены, прежде чем кто-либо мог быть надзунучителем Семь является числом совершенства Рассмотрение самого человека сделает его это ясным Семь Такие должны были быть Пять и семь Семь является числом совершенства Рассмотрение самого человека Годы ученичества и полномочия должны были быть совершены, прежде чем кто-либо мог быть надзунучителем Семь является числом совершенства Рассмотрение самого человека сделает это ясным Сегодня он находится под влиянием числа 5, поскольку он может быть человеком добра или зла. Как творение Вселенной, он живет под знаком числа 4. Когда он разовьет все, что он задержит в настоящее время зародыши внутри себя, он станет семичленным существом, совершенным в своем виде. Совершенным. Число 7 управляет в мире цвета, в радуге, в мире звука. Оно находится в соразмерности. Везде, во всех областях жизни число 7 может быть рассматриваемо как число совершенства. Нет ничего своего верного и магического в этом. Давайте взглянем опять на число 1. Вследствие того, что мы рассмотрели другие числа, то, что теперь должно быть сказано о числе 1, появится в должном свете. Сущностью числа 1 является его неделимость. Конечно, оно может быть подразделено, например, 1, 3, 2, 3 и так далее, но это может быть произведено только в мыслях. В мире, особенно в духовном мире, если вы отнимете 2, 3, 1, 3 все еще остается их частью. В том же самом смысле может быть сказано, что когда некоторая часть Бога отделяется от него и становится проявленной, остаток существует как нечто все еще принадлежащее ей. В смысле Пифагора мы можем сказать, разделяя единственное, но всегда таким образом, чтобы иметь в мыслях остаток, соединенный с тем, что было отделено. Возьмите тонкую позолоченную пластинку стекла и взгляните сквозь нее. Мир появится желтым, потому что это будет цвет, который отразится. Однако в белом свете другие цвета также связаны. Что происходит с ними? Они абсорбируются объектом. Следовательно, красный объект появляется, потому что он отражает красные лучи и абсорбирует остальные. Но невозможно отделить красный цвет от белого цвета, чтобы не остались другие цвета. Этим мы касаемся кратерой тайны мира. Вы смотрите на вещи определенным образом. Вы видите, например, красное одеяние, лежащее на столе, и визуализируете в то же время то зеленое, которое спрятано в нем. Таким образом, вы совершаете то, что в смысле Пифагора называется делением единства, так чтобы остаток сохранился. Если вы совершаете это медитативно, если снова и снова вы соединяете отделенные вещи в единство, тогда вы произвели значительное развитие, через которое вы можете достигнуть духовных высот. Математики имеют выражение для того, чему придерживаются во всех оккультных школах. 1 равно 2 плюс х в скобках, 1 плюс х в скобках, 2 плюс х в скобках, минус 1 плюс х в скобках. Это есть оккультная формула, которая выражает, как единство может быть разделено. Отчасти так организовано, чтобы получилось одно. Это показывает, что как оккультисты мы не должны мыслить о единстве как просто об одном, но как о частях, которые мы складываем снова. Итак, в этой лекции мы изучили то, что называется символизм чисел, и узнали, что если мы медитируем на мире с точки зрения чисел, мы можем проникнуться в глубокий тайный мир. 1 равно 2 плюс х в скобках, минус 1 плюс х в скобках. Вот так. Чтобы завершить эти замечания, должно быть сказано еще раз, что на пятой неделе, на пятый день или пятый час мы можем обнаружить важные вещи, которые могут упущены или могут быть явно полезными. На седьмой неделе, на седьмой день или в определенном отношении, скажем, 3 или 1 вторая, в силу того, что 7 также содержится в таком числе, может случиться нечто через саму вещь. На седьмой день болезнь, например, лихорадка, может принять определенный характер. Это также может произойти на четырнадцатый день. Такие вещи всегда основываются на числовых отношениях, которые указывают на структуру мира. Те, кто углубится верным образом в то, что в смысле Пифагора мы можем назвать по званию чисел, научатся понимать жизни мир в таком символизме чисел. В этой лекции сегодня подразумевалось, дам вам, грубые наброски мыслей.